МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каналя, тысяча чертей! Ты чем занимаешься? Да вот вчера трех мушкетеров посмотрел. И всегда, знаешь, с детства была мечта самому попробовать. Вот пробую. Ты же неправильно делаешь. Вообще неправильно делаешь. Я знаю, но по-другому-то не умею. Ну давай найдем людей, которые нас научат. Бить тебя правильно, этот манекен. Ой, ну давай, давай, давай. Все веселье испортил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Мы рады приветствовать всех на нашем телеканале. И как всегда, сегодня мы проверим свои силы в еще одном виде спорта. Чаще всего мы испытывали свою выносливость, ловкость и быстроту. Но в этот раз нам захотелось немного изящества. Мы захотели пофехтовать. Литература и кино в свое время сильно романтизировали навык владения холодным оружием. Сколько мальчишек, вооружившись обычной палкой, представляли себя мушкетерами. Но в наше время этот навык уже ни к чему. Мы перестали вызывать друг друга на дуэли. А те, кто всерьез увлекся романтикой шпаги, нашли себя в спортивном фехтовании. Оно включает в себя три основных вида состязаний. На шпагах, саблях и рапирах. Все они отличаются друг от друга, и в каждом есть большое количество технических нюансов. И мы должны освоить их все. Ну и в конце, в лучших традициях советского кино, сразимся друг с другом. Один за всех и каждый сам за себя. Спортивное фехтование зародилось очень давно, еще в 15 веке. Причем это один из пяти видов спорта, которые входили в программу всех летних Олимпийских игр, начиная с 1896 года. Но Международная федерация фехтования появилась только 17 лет спустя, в 1913. Чемпионаты мира проводятся с 1921 года. Первое время в них участвовали только мужчины, но в 1929 организовали состязания и среди женщин. Правда, только на рапирах. Остальные дисциплины добавили в программу спустя более чем полвека. Кстати, в России фехтование тоже имеет давние традиции. Первая школа появилась в 1816 году в Санкт-Петербурге, а соревнования провели и того раньше, в 1778. Так, ну что, мы почти готовы. Леша уже оделся, я готов морально. Поэтому приступаем к первой тренировке. А поможет нам в этом Андрей Андреевич Коршунов. Старший тренер сборной Пензенской области по фехтованию на саблях. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, собственно, с чего начинаем вообще? Что нам надо знать первым делом про фехтование? В первую очередь мы детей тестируем, что они умеют, какие у них коллекционные способности, быстрота, выносливость, логики. А потом уже потихонечку, когда они уже какие-то набор движений уже набрали, мы их уже ставим потихонечку в стойку фехтовальную. Во-первых, мы спрашиваем, какой они рукой пишут, правый или левый. Большинство детей, 90% это правши и 10% где-то левши. А если говорить про экипировку, допустим, я полностью уже одет на нее или нет? Для тренировки можно еще добавить гитро и фехтовальные штаны, чтобы более безопасным быть и никаких травм не получить. А так вот то, что я надел, из чего это состоит и почему это защищает? Например, фехтовальная куртка состоит из килавровой нити и она делает как бронежилеты. И защищает нас от проколов, ударов. В принципе, можем тогда экипироваться и начинать заниматься, да? С чего можно начать заниматься вообще? Людям, которые пришли первый раз. Ну, первое, у нас проходит разминка, чтобы никаких не было травм. Потом какие-то общие физические у нас коллекционные способности мы разрабатываем. И потом уже потихонечку встаем в фехтовальную стойку и учим, как в ней стоять хотя бы. Вы можете сейчас повторять за мной, как вот исходное мы учим детей, как буква «Л», только в другом направлении английское. Где вот у нас кончается носок, мы туда ставим пяточку и распределяем вес на две ноги. То есть вы должны ровно стоять, не на переди стоящей ноге стоять, не на зади стоящей ноге, а ровно посередине. И потом мы сгибаем ноги, да, выпрямляем корпус, вот, и встаем. Это у нас основная третья позиция. Вот, то есть это уже наша фехтовальная стойка, то есть чтобы колени были развернуты. Куда, в сторону? Нет, нет, все, вы правильно стоите, я просто вас поправляю чуть-чуть колено, и это в другую сторону колена, вот. То есть вот у нас, это у нас фехтовальная стойка. То есть мы еще добавляем, мы надеваем маску и начинаем передвигаться. Чтобы сделать шаг, мы впереди стоящую ногу отставляем вперед, а сзади стоящую ножку подставляем. Раз, да. Как-то тогда? Не прыжком, а шагом, как мы ходим обычно. Раз, два, и сзади стоящую ногу. Хорошо, я вперед переместился, как мне теперь назад вернуться, правильно? Назад вернуть, мы сзади стоящую ногу отставляем. Назад, впереди стоящую ногу подставляем. Да, все правильно. И самое основное, у нас третья, это защита, то есть она закрывает ваш правый бок. Если вы сместите гарду чуть в сторону, саблю, то есть у вас весь правый бок... Будет открыт. Весь открыт, да. То есть вы закрываетесь кистью своей и гардой. То есть если я буду бить... Нет, вы стоите на месте. Если я буду бить, я буду попадать в саблю. Если у вас чуть гарда будет смещаться и сабля, я попаду по корпусу. И это очко. И это очко заработаю я себе. Да. А вы получите удар. Открыт четвертый сектор и пятый сектор у нас, когда мы фиктуем. Четвертый сектор – это левая рука у меня? Да, да, да. Левая рука. Вот здесь. Потому что я правша. А пятый – голова. То есть я вот так защищаюсь. Да. А от этого я защищаюсь вот так. Да. От четвертого сектора. То есть у нас защиты берутся на удар. То есть я начинаю вам бить в четвертый сектор, вы берете защиту. Если вы возьмете заранее, я это увижу. Я переключусь в другой сектор. То есть нужно синхронно еще с вами, да? Да. С соперниками. То есть у нас самое главное ударить вовремя. Не позже, не раньше. Если я ударю раньше, я промахнусь. Если я ударю вовремя, я нанесу вам удар. Если я нанесу позже, то есть я покажу вам в четвертый сектор, показываю позже, а потом я могу переключиться в другой сектор. Это очень сложно. А теперь расскажите, как проводить удары непосредственно. Вот на мне можете показать. Защищаться уже научили? Нет. Вы сначала встаете в фехтуальную стойку, как мы изучали сегодня. Вот. Разворачиваете носок, чтобы он смотрел прямо. Встаете в третью позицию, чтобы ваш закрывал правый бок. Ваш выпрямитесь, самое главное, да. И разверните колени. Да. Вот. Нанесение удара – это равномерное выпрямление руки до точки назначения. Вот. Чтобы ударить в пятый сектор, вы бьете обязательно лезвием. У нас клинок подразделяется на четыре части. То есть лезвие, то есть плашмя, который у нас в двух плоскостях он гнется, и обуха, который он не гнется. Вот. Вы всегда бьете лезвием. То есть не плашмя, не так разворачиваете, а бьете лезвием. Но это исключительно по пятой позиции, да? По пятой позиции так же, да. То есть по правому боку, по левому боку вы тоже бьете лезвием. Разворачиваете и бьете лезвием. Так же вы разворачиваете в правый бок. Теперь я увеличиваю дистанцию, и вы должны сделать шаг и одновременно ударить по маске. Давайте попробуем. Да, все правильно. Нет, вы выпрямитесь. Ножку заднюю, стоящую ножку, подставить. Вы же, когда идете по улице, вы же не за собой ее тащите. Да. А ногу подставляете. Можете теперь сделать, я увеличиваю до двух шагов. Вы должны сделать. Два шага. Раз, два. И задней стоящую ногу подставить. Давайте попробуем. Раз, два. Подставить задней стоящую ногу. Вы примитесь и сядьте в стоечку. Да, хорошо. Молодцы. И потом закрылись. Да. Так, сейчас мы можем поотрабатывать защиту-ответ. То есть вы бьете ему в левый бок, а вы берете четвертый сектор. Четвертую защиту. Я запомнил. Можете встать. Да. Вот. Дистанция удара. Вот вы бьете в четвертый сектор. Пам. Вы взяли четвертую защиту. Вот. И тут же отдаете ответ ему по маске. Пам. Теперь можно попробовать в пятый сектор. Встали. В третий. Встаньте. Вот. Вы бьете ему по пятому сектору. Он берет пятый сектор. Вам нужно вывести клинок из его клинка. Расслабить. И ударить по маске. И потом закрыться. И теперь третью защиту можем попробовать. То есть вы бьете ему в третий сектор. Он берет защиту. И отдаете ответ ему по маске. Да. Вот. Мы сейчас отработали три защиты. Третью защиту, четвертую и пятую. Подставил. Отдал ответ. Подставил защиту. Отдал ответ. Подставил защиту. Отдал ответ. Давайте еще раз снова попробуем. Ой. Чуть ближе встали. Чуть поближе, да. Четвертая защита. Пам. Отдали ответ. Да. Закрылись. Теперь вы должны в третий сектор вернуться. Вот. Выпрямились. Вот. Раз. Два. Ответ. Да. Хорошо. И теперь в третий сектор. Пам. Удар. Ответ. Все. Теперь атакую я. Атакую я в каком порядке? Лево, вверх, вправо. Давайте. Сейчас вы бьете в четвертый сектор. Отдать ответ. Да. То есть вы должны бить лезвием. Разворачивать. Да. Давайте еще раз попробуем. Четвертый сектор. Раз. Ответ по маске. Да. Хорошо. Теперь в пятый сектор. Пам. Пам. Хорошо. И в третий сектор. Раз. Два. Молодцы. Давай дальше. В третий. Вот так же делаем? Все правильно. Хорошо. Четвертый. Четвертый. Иногда у нас мы запинаемся. Давай еще. Давай. Так. Вы приметесь. Нет. Разворачивать на клинок. Вы бьете в третий сектор. Я кого-то вот так хочу ударить, не знаю. Ладно. Так. Еще раз пробуем. Вот. Правильно. Сохранение дистанции. Когда мы просто скрещиваем клинки. Вот так вот. Вот мы скрещиваем клинки. Кто ведущий и кто ведомый определяется. Например, он ведомый, а ты ведущий. Ты на него идешь шагами, он должен идти назад. И то есть клинки должны одинаково скрещены. Если они близко скрещены, то дистанция уже очень близкая. Вы должны сохранять дистанцию определенную для удара. Можете попробовать. Раз. И вы должны сохранять дистанцию. Да. Сначала у нас дистанция была удара. Потом у нас была дистанция шага удар. Потом дистанция два шага удар. И потом мы удлиняем, делаем шаг-выпад. Шаг-выпад. И фиксируемся. И потом закрыться. И два шага назад. Раз. Два. Молодцы. Хорошо. Раз. Два. Раз. Два. Вы сейчас сделали. Два. Как так? Или неуклюжка? По-моему, неуклюжка. Вы должны сделать шаг и потом припад. С прыжка немножко. Нет, прыжка не надо. Это вы делаете мах ногой, чтобы приземлиться. Ага. Раз. Два. Это очень близкая дистанция. Давайте еще раз попробуем. Вот дистанция. Так. Встали в стойку. Правильно. Выпрямились. Вот. Выпрямиться. Выпрямиться. Не надо сгибаться. Вот. Вот сейчас правильная дистанция. Сейчас. Вы стоите в третью позицию. Да. В третью позицию. Вы делаете спокойный шаг. И потом выпад. Давайте попробуем. Раз. Два. Вот. Вот сейчас правильно. Все. Молодцы. Ну, фехтование в России богатые традиции. Свыше 30 олимпийских чемпионов. Еще больше чемпионов мира и Европы. Поэтому нет ничего удивительного, что фехтование быстро увлекает ребят, которые приходят заниматься этим видом спорта. Родители отдают своих детей в секцию фехтования. К тому же в нашем регионе регулярно проходят крупные соревнования. В том числе и всероссийские. О развитии фехтования в Пензенской области и ее региональной федерации наш следующий репортаж. Эмоции через край. На первенстве России по фехтованию важен каждый поединок. Соревнования такого уровня в Пензе сейчас проходят регулярно. Приезжают и дети, и юниоры. Хороший уровень организации. Спортсмены соревнуются на саблях, рапирах и шпагах. Шпага длиннее, чем рапира. И в шпаге, если можно колоть во все тело, а в рапире только в торсе. Мне удобнее на шпаге. Там можно и прямо колоть, и через оружие, а в рапире так и через оружие. Во-первых, у нас в городе кроме шпаги и рапиры ничего больше нет. Ну и, соответственно, шпага меня больше привлекает. Чем? Колешь куда хочешь. Меньше правил. Соответственно, интереснее. Лучше колоть в разные места, чем в одну зону. Ну, это чисто мое мнение. Специалисты рекомендуют начинать занятия фехтованием примерно с 10 лет. Это с перспективой стать профессиональным спортсменом. Но можно прийти в этот спорт и в более позднем возрасте. Главное здесь – самоотдача на тренировках. Все зависит как бы от ребенка, от желания. Может быть, ребенок очень талантливый, но очень ленивый, и из него ничего не получится. Всегда нужно работать, работать, работать. Это очень тяжелый и серьезный труд. В Пензенском регионе федерация фехтования расцвела в 2015 году. Сейчас с детьми работают всего два тренера на базе теннисного центра «Виктория». Учат ребят сражаться на саблях. Дисциплины шпага и рапира пензенцам пока недоступны. Несмотря на это, результаты у местных воспитанников улучшаются с каждым годом. У нас есть Сергеева Милена, которая сейчас выступила на чемпионате Приволжского округа, завоевала серебро, в упорной борьбе проиграла, там 15-12. Ничего страшного, мы идем дальше, не расстраиваемся. Есть у нас еще Борисов Ярослав, он бронзовый призер Пензе России по детям. Он еще молодой, 2008 года, но перспективный спортсмен. Всего в Пензе сейчас 12 перспективных спортсменов. Еще порядка 30 подрастающие поколения, которым уже в скором будущем предстоит борьба за медали на высоком уровне. Так, ну вроде с саблей разобрались. Что у нас там дальше по списку-то? Дальше у нас шпага. И у этих видов оружия вообще ничего общего. Да, пожалуй, тут ты прав. Саблей наносят рубящие удары, а вот шпагой, насколько я знаю, колющие, как в мушкетерах. Ну да, то, что мы уже узнали, в принципе, нам поможет. Но придется учиться чему-то новому. Итак, чем же шпага отличается от сабли? Шпага от сабли отличается. Сабля – это у нас рубящий вид спорта, то есть мы бьем по сопернику, то есть у нас рубящие удары. А в шпаге мы колем. То есть у нас уколы происходят по корпусу. То есть можно уколоть в шпаге в любую точку тела. То есть можно в ногу уколоть, в корпус, в руку, также в маску уколоть. И удар засчитается. То есть точнее укол у нас в сабле – это удар у нас засчитывается, а в шпаге у нас происходит укол. Непосредственно уколы, как они совершаются? То есть, я так понимаю, техника принципиально отличается от сабли? Да, конечно. То есть также они стоят в фехтовальной стойке и также они колют по сопернику. То есть в любую точку тела могут уколоть. А как защититься от такого? Такие же есть, существуют такие же защиты, как четвертая, третья, пятая, шестая. Ну вот немножко покажите. Вот, например, я колю. У них чуть-чуть другая гарда у них выглядит по-другому. И по-другому ручку. То есть у них клинок направлен на соперника. То есть я начинаю колоть, и вы также защищаетесь в другую сторону. То есть уводите клинок. Если я вижу, что вы начинаете защищаться, я колю раз, я делаю перевод и начинаю колоть вам. Ну то есть здесь уже не столько, скажем так, подставление идет, а сколько уже непосредственно движение вот это убирающее при защите. Уводите клинок от поражаемой поверхности. Клинок двигается в двух плоскостях. Вот, делать шаг вперед. Раз. Не, вы можете пока защиту не брать, чтобы он просто уколол. Раз. И клинок должен быть раз, вам уколоть. Еще раз. Встаньте в стоечку. Делайте шаг вперед и колите. Да. То есть раз. И все, собственно, да? Просто в тело, не важно куда. Да. А паукам? В руку можете уколоть. Но там своя техника укола. Там на наконечнике находится кнопочка. И чтобы укол зафиксировалось, вам нужно усиление сделать 750 грамм. А это не получится ударом в руку, уколом в руку? Не, получится. Ну, вот если вы 700 грамм сделали, то есть он у вас отскочил, и удар зафиксировался, то что лампочка выгорела. То есть получается здесь основной как раз-таки вот выпад вот этот играет роль, да? Да. Потому что просто так со стойки я его вряд ли так проколю. Не, можно. Ну, тогда я в ответ могу как бы. 700 грамм есть у вас. 750 грамм сделать усиление укола, и тогда укол засчитается. Если вы будете чуть слабше, нажмёте, то укол не засчитается. А как вот ему защищаться, допустим, от моих уколов? Я вот колю, а он беспомощный. Как-то. То есть вы колете, он убирает ваш клинок, и тут же может быть укол. То есть основное движение у меня вот... Укол у вас. Нет, вот допустим, я защищаюсь сейчас. Да. Допустим, давай. Раз. А я вот так, да? И вы потом его начинаете делать ответ. Ответ. Вот вы взяли защиту. Вот у него, например, клинок вот здесь. У вас весь корпус открыт. Вы начинаете его колоть, он убирает ваш клинок и начинает колоть вас в обратно. То есть по... Когда судья судит соревнование, ваш бой, то есть он считает. Слева атака, справа защита, ответ укол. И даже если вот он меня сейчас коснулся, мой защитается укол, да? А его нет. Если ваш будет фонарь один гореть, то есть один фонарь будет вам гореть. А если два? Если два фонаря будут гореть, то в шпаге фиксируется... Если два фонаря горят, то каждому по уколу. Слушай, а мне пока нравится фехтование. Оно заметно отличается от того, чем мы занимались до этого. Да, тут ты, наверное, прав. Здесь есть своя стратегия. Ну, вот, кстати, если говорить об отличиях, шпага и сабля отличались друг от друга очень сильно. Но вот рапиру нам освоить будет проще. Почему? Потому что в своей основе шпага и рапира очень похожи. Техника движений, все, в принципе, одинаковая. Различаются только некоторые нюансы. Ну, что ж, интересно. Давай пойдем попробуем. Давай. А чем рапира отличается от шпаги? Рапира отличается от шпаги. В шпаге можно уколоть в любую точку тела. То есть в ногу, в руку, в корпус, в маску. А в рапире только считается у нас только корпус. Только корпус. Прожаем поверхности. Руки, ноги, маска не считается. Чтобы зафиксировать удар, мы дополнительно одеваем электрокуртку. Который фиксирует удары. То есть на рапире то же самое. Есть маленький наконечник, который, чтобы укол зафиксировался, нужно сделать усиление 550 грамм. Приемы как-то отличаются или нет? Приемы плюс-минус не отличаются. Практически то же самое. Ну, давайте, покажите на мне укол. То есть вы стоите так же в третьей позиции. То есть там чуть-чуть по-другому. Клинок направлен на соперника. То есть они делают уколы в корпус только. То есть если вы видите, что я защиту уколю вам, вы берете защиту, я могу перевести и сделать укол. То есть это как обман. А я могу, допустим, вот вы атакуете, оп, и вот так показать? Конечно. Вот я атакую, раз, два, вы делаете, оп, и потом вы делаете укол, разворачиваете и делаете на мне укол. А как я разворачиваю? То есть я вот, давайте, отбил. Да. И потом вот так просто, да? И развернуть на флажмяк. Вот так, только. Ну вот колю. Уколол. Уколол. Не уколол, контратакуй как-то. А там, смотри, движение показали какое. Вот, то есть я так, а потом перевожу так, а ты... Вот смотри. Типа так, а потом так, да. И ты отбиваешь и контратакуешь мне сразу вот сюда. Да, 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 как-то так. Да. Да. Подкорректируйте, если что-то не так. А можно, ну вот, если он берет защиту, вы начинаете колоть, берите защиту, я перевожу, а вы как бы, как будто вы берете защиту. Раз, я перевожу и начинаю вас колоть в руку, не в руку, а в корпус. Вот я вас колю, вы берите защиту, только четвертую. Раз, раз, панк. Я вас обману. Ну что, пришло время, как обычно, поделиться впечатлениями от тренировки. Рассказывай, какой она для тебя получилась. Мне все понравилось. Очень резкие сабли. Почувствовал себя прям мушкетером, знаешь, как в кино. Поэтому все очень хорошо. И от спаррингов пришлось отказаться, потому что, честно говоря, страшно мне, что ты куда-то мне попадешь в открытое место. Или это место будет закрытым, но я все равно боюсь. Поэтому давай без этого. Обошлись и все. Да, я тоже остался очень доволен нашей сегодняшней тренировкой. Вид спорта необычный. И говорю это уже с точки зрения человека, который перепробовал много всего. И фехтование действительно подарило новый опыт, новые ощущения. И теперь остается только думать, почему я не попробовал это раньше. Фехтование оправдало все наши ожидания. Это красивый, изящный вид спорта, в котором есть и своя тактика, и стратегия, и различные элементы владения разными видами оружия. Но попотеть все-таки немного пришлось. Да, искусство фехтования не зря занимает особое место в культуре многих народов мира. А теперь это стало еще и популярной спортивной дисциплиной. Если романтика этого вида спорта до сих пор вас влечет, можете взять в руки саблю, рапиру или шпагу и попробовать свои силы. Ну, или отдать своего ребенка в секцию фехтования, чтобы потом им гордиться. А мы на этом с вами прощаемся. Увидимся через две недели. И будьте в движении.